Ну вот, сегодня, я хотел сказать, неизвестные кибердиверсанты, но это не так. Два работника про кремлевской лента.ру написали всю правду о Путине, о войне, об этом идиотизме. Это, ну скажем так, под 9 мая двух работников лента.ру бомбануло, или это уже тенденция? Честно говоря, от вас впервые слышу, потому что я давно решил, что для того, чтобы защитить свою психику, мне нужно поменьше читать советских газет, поменьше слушать пропагандистских каналов, программ и так далее. Так что, ну, пока я не вижу какой-то массового исхода, но в какой-то момент, я думаю, крысы начнут бежать с корабля в направлении крейсера «Москва». Что сегодня произошло с российской авиацией? Она не взлетела или она упала? Почему не полетели сегодня путинские стервятники на Параде Победы? На самом деле, я здесь прочитал много разных версий. Ближе кажется версия о том, что Путин очень боялся какой-то диверсии. И совершенно очевидно, что когда пролетает самолет над Красной площадью, то достаточно будет одного удара, авиаудара, чтобы завершить, так сказать, весь этот, всю эту эпопею с путинским режимом. Я думаю, что они уже нет никому. Они не доверяют армейским. Это, кстати, говорит о том, что там действительно серьезный конфликт между ФСБ и Министерством обороны. И, скорее всего, Путин занимает сторону ФСБ. Отсюда у нас и Шойгу, который попал в немилость, и Герасимов, который тоже отстранен по разным слухам и сообщениям. Так что доверять армейским во время парада, ну, как-то, наверное, не очень безопасно, да, с точки зрения Путина, который у нас тут шарахается от каждого коронавируса. Поэтому исключительно, вот мне кажется, в этих целях они отменили сегодня на параде авиацию. Других я не вижу целей, потому что, ну, самолетов еще достаточно. Вот. И необязательно все самолеты нужно отправлять в зону конфликта, в зону войны. Хорошо. А вот у нас не один уже эксперт в России рассказывал, почему имеющие смартфоны, планшеты и ноутбуки принципиально выключают любое видео с этой, как они говорят, спецоперации, то есть российской войны в Украине. А сегодня на всех телеэкранах, на всех смарт-телевизорах хакеры вольнули о том, что вам телевизоры врут. Россия убивает украинских детей и граждан мирных. Вот это все появилось от Калининграда и до Владивостока. И что? Опять диджитализованные граждане России закроют глаза и свои смартфоны и сделают вид, что ничего не знают, не хотят знать и знать не будут. Ну, я думаю, что это все-таки заблуждение считать, что большинство граждан России не в курсе, что там происходит. Я уверен, что они в курсе прекрасно, но может быть там одна треть, хотя я думаю меньше, да, зомбированная нашим телевизором и нашей пропагандой, скорее всего даже там процентов 20-25. Эти еще могут во что-то верить. Все остальные либо боятся, значит, боятся выступить против и на всякий случай говорят, что они за, вот, а треть не боится, она уже давно не смотрит телевизор, она и так уже все прекрасно понимает, либо люди уехали во внешнюю, либо во внутреннюю миграцию. Вот, а здесь психологический барьер, да, здесь это уже не важно, где они увидят эти кадры, по федеральным каналам или на своем смартфоне. Нужно понимать, что у психики есть такая опция защиты, да, потому что либо ты примиряешь себя со злом, либо ты говоришь, да, я поддерживаю вот этот фашизм, да, мне нравится, когда убивают детей и насилуют школьниц, да, мне нравится, когда там бомбят украинские города. Вот, с таким злом себя очень сложно примирить, да, поэтому проще какую-то чушь, убедить себя в какой-то чуши. Ну, например, что это делают националисты, что это делают натовцы, что это все провокация, что на самом деле это, это, там, не знаю, какие-нибудь бендеровцы, которые надели форму российских солдат и организовали провокацию для того, чтобы свалить все на российскую армию. То есть это, конечно, чушь, да, это вряд ли как-то серьезно повлияет на настроение в будущем, да, но сейчас ты просто вот тебе пропаганда на самом деле предлагает опцию, как защитить психику. Ну, все, и люди просто, которые не понимают, как по-другому эту психику защитить, они, или они боятся, например, выступить против власти, против войны и так далее, то они просто берут, да, и используют то, что государство предлагает. Но это не значит, что они не в курсе. Все не в курсе. К вам маленький еще подвопрос. Вот для вас, как для оппозиционера, который не боится говорить все, что он думает о Путине и кремлевском режиме, и вот эта индийская обезьянка, ничего не скажу, ничего не слышу, ничего не вижу. Сколько она еще сможет работать? Вот вы имеете личный опыт. Вот сколько еще можно продолжать, вот, двум-третьим граждан, как вы сказали, жить как индийская обезьянка? Я думаю, что здесь нужно просто посмотреть на то, как процессы развивались в довоенной, послевоенной Германии. Совершенно очевидно, что эта игра может продолжаться сколько угодно долго, но до поражения. А я уверен, что рано или поздно Путин потерпит поражение. И вот когда все прекрасно поймут, что больше не стоит бояться диктатора, больше не стоит бояться своего фюрера, вот тогда, я вас уверяю, очень быстро все начнут рассказывать о том, как их обманывали, что они ничего не знали. Ну, то есть это все уже происходило в истории человечества. Нужно просто посмотреть на историю фашистской Германии, и будет примерно все то же самое. Более того, а зомбированные люди, которые верят во всю эту чушь, там, про нацистов, наркоманов и так далее, их тоже бесполезно переубеждать сейчас, даже если им факты просто показывать, даже если сесть с ними и пытаться действовать простыми аргументами, это не сработает. Потому что убеждение в том, что российская армия противостоит какой-то там нацистской силе при поддержке Запада, который хочет разрушить Россию, это вера, это как такая светская религия. Для того, чтобы люди разочаровались в своей вере или пересмотрели свои взгляды на эту веру, должно было бы вот это такое, что просто шокирует человека. И на самом деле в Германии это даже происходило, изменение общества. Ситуация, когда десятки миллионов погибли, десятки миллионов были ранены, танки дошли до Берлина. То есть это был просто шок для нации. Это было поражение, унижение, и вот нация через это была вынуждена пройти. Не очень качественная сегодня связь. Да, что-то сегодня проблема со связью у нас, точнее у наших гостей. Дмитрий, мы надеемся, что... Дмитрий, мы надеемся, что вы к нам вернетесь. Друзья, пока напоминаю о том, что в нашем канале продолжается голосование, которое закреплено в шапке профиля чата на Ютубе. Мы задаем вам сегодня вопрос. Достигли Путин поставленных целей спецоперации? Им дали 4 варианта ответа. Да, он уже победил. Нет, он проиграл. Третий исход еще не ясен. И четвертый вариант. Он проиграл, но еще не понял. На данный момент проголосовало 726 зрителей канала. И как голосовать? Проголосуйте, пожалуйста. Давайте доведем цифру до 1000. Дмитрий Буктов возвращается в нашу трансляцию. Да, да, Дмитрий. Вот еще хотел уточнить по поводу путинской сегодня риторики. Очень много было примеров из истории. Вот этой советизации, значит, красная армия, наши герои и тому подобное. Сколько можно еще накачивать общество, используя такое слово, извините, надрачивать его вот этими призраками прошлого? И почему он каждый раз обращается все дальше и дальше в историю? Почему он не говорит о сегодняшнем дне? Ну, мне кажется, что Путин давно живет в какой-то другой реальности. И вообще непонятно, обращается ли он к гражданам или обращается ли он сам к себе. Вот такое ощущение, что он больше разговаривает с собой. Наверное, представляет, что его слушает большое количество людей. Но все меньше и меньше это, мне кажется, воспринимается как нечто важное. Я не думаю, что кто-то прям внимательно следит за тем, что произнесет в этот раз Путин. Ну, ему просто сказать больше нечего. Вот он в его реальности, вот в этой виртуальной, да, и происходит какая-то серьезная борьба между двумя великими империями. Между Соединенными Штатами Америки и бывшим Советским Союзом, да, где он, видимо, там, считает себя миссионером, который спасает Отечество от влияния Запада, от всех этих разрушительных трендов, которые там Запад несет. И восстанавливает большую былую империю. Ну, он разговаривает сам с собой. Сколько это будет... Ну, пока будет Путин, он и будет нести эту чушь, которую он умеет нести больше, он ничего не умеет делать. Поэтому, когда режим рухнет, когда потерпит поражение, я думаю, вся эта риторика, она... Мы ее больше не услышим, потому что она мало кого, как мне кажется, сейчас способна заворожить, зомбировать и так далее. Я думаю, что даже вся эта поддержка, которую ему рисуют в виде разных соцопросов, она на самом деле дутая, не настоящая. Все эти цифры, они примерно стоят столько же, сколько цифры в 97% в поддержке Чаушеску, да, за неделю до расстрела. Так что это вот Путин общается сам с собой в своем виртуальном мире, созданной как бы российской пропаганды. Не для него изначально создавался этот мир, а для телезрителей. И в итоге он стал самым главным зрителем и потребителем этих новостей. А вот самая большая страна в мире, географически. Удерживать ее надо силой ФСБ, силовиков, но должен быть общий знаменатель. Таким общим знаменателем была новая религия, победобесия, такое капище, такое Дельмуэрте со всей символикой. И вот смотрю сейчас на сайте Медуза, в преддверии сегодняшнего дня, читатели Медузы делились своими чувствами накануне Дня Победы. И главная мысль, думая, что Россия его отмечает в последний раз. Если капище рухнет, то тот общий знаменатель, то цементирующее идеологическое звено, как победобесие, тогда что? Что произойдет? Вот ваш прогноз. Ну, надо понимать, что в государстве, которое построено Путиным, регионы можно удерживать двумя способами. В виде кнута и пряника. Пряник – это раздача каких-то там федеральных денег. Кнут – это репрессия в случае попытки выхода из состава Российской Федерации. Больше нет никаких других вариантов. Победа – беси – это действительно последний праздник. Для меня этот праздник окончательно испорчен Путиным. То есть теперь для меня это что-то такое должно быть в кругу семьи. Это память, это надежда на то, что война никогда не повторится. Хотя, к сожалению, Путин своими действиями этой войной, ну, просто всем это настроение праздничное давно уже испортило. Его нет. И праздника больше тоже нету, потому что этот праздник приватизирован, извращен. И этот праздник… И 9 мая мы сегодня видим парад, которым командует государственные военные преступники, по сути, которые организовали фашизм в соседнем государстве. Вот. И я больше не хочу с этим задпарадом никак ассоциироваться. Надо понимать. Поэтому Победа – беси, мне кажется, уже давно, лет 8, не является чем-то объединяющим. Это было вот до того, как Путин приватизировал память… праздник. До 14-го года, да. Это было действительно чем-то таким народным. А потом это все превратилось в демонстрацию машины для убийств, да. Это, по сути, парад угроз, а не парад памяти. И праздник был приватизирован Путином и пандой путинской. Вот. И он перестал как-то быть таким всеобщим. Как минимум треть населения уже к этому празднику… вернее, к этим парадам, не к празднику, да, к парадам относилось уже с каким-то отвращением. Если мы чисто гипотетически, да, будем рассуждать, а как сохранить Россию после Путина, вот, во-первых, это зависит от того, в каком… когда этот режим рухнет, да, то есть, какие будут стартовые условия для того, чтобы сохранить страну. Ну, совершенно очевидно, что, во-первых, конечно, русский язык, там, русская культура, я понимаю, что сейчас это, может быть, как-то звучит не очень актуально, но это действительно то, что объединяет, да, какой-то культурный код. Но это не только, там, россиян, но и в целом очень многих людей, для кого, там, русский язык является, там, базовым, да, первым языком. Вот, но опять-таки, это объединение не обязательно должно происходить в рамках какой-то там ограниченной территории, да, культура все равно шире, чем вот то, что… чем гораздо больше, гораздо всеобъемлюще, чем просто границы какой-то одной страны, даже пусть самой большой. Но страну, конечно, можно сохранить, если отказаться от диктатуры, если построить действительно нормальное государство, где будет федерализм, где каждый регион будет иметь определенную самостоятельность, где налоги, ну, по крайней мере, большую часть будет оставаться в регионах, да, чтобы у региона была какая-то мотивация и стимула для зарабатывания денег. То есть не надо больше никого удерживать силы, да, регионы должны хотеть находиться в составе государства только потому, что выгодно находиться в составе государства. Но пока страна находится под санкциями, никакой выгоды нет, поэтому будущие власти, нормальные власти, если они хотят сохранить страну, они должны будут искать выход, как договориться там с Западом, как сделать так, чтобы не было больше санкций. А здесь нужно выплатить репарации в Украине, да, никуда не денешься. Для этого нужно изменить политическую систему, да, прописать систему разделения властей, чтобы был независимый парламент, независимые суды, чтобы власть регулярно сменялась, да, ну и так далее. Нормальные вот эти общеевропейские демократические ценности должны быть провозглашены и реализованы. В противном случае, ну, допустим, ставлю я себя на место в Башкирии, Башкир, ну, если страна под санкциями, если твоя нефть под санкциями, да, башкирская, ну, какой смысл находиться в составе государства, которое находится под санкциями? Ну, только либо, если ты получаешь какие-то бонусы, а в этом случае нет бонусов, либо ты просто боишься выйти из состава, потому что могут быть репрессии. Ну, как только режим рухнул, как только власть ослабла, совершенно очевидно, что тогда уже ничего не будет удерживать многие регионы. И это, на самом деле, серьезная проблема. Дмитрий, скажи, пожалуйста, по твоему мнению, почему не было такой сегодня переклички с бывшими постсоветскими странами, и почему утеряна, утеряна вот эта духовная связь с остальными народными победителями? Я имею в виду, там, вот, страны Кавказа, Средней Азии, Белоруссии. Почему вот как-то отсутствует этот элемент? Раньше был великий советский народ, который состоял из 15 основных и более мелких народов, а сейчас вот как-то вот эта связь утеряна все-таки в связи с 9 мая. Ну, а кто вообще в этих условиях, когда Путин бомбит украинские города, кто вообще захочет приехать и пожать руку главному военному преступнику? Я думаю, что даже они на всякий случай никого не приглашали, потому что, ну, давайте представим новость, что 10 лидеров 10 государств постсоветского там, с постсоветского пространства, отказались приезжать на парад 9 мая. Ну, это как бы, это же было серьезной оплеухой Путину. Так что это не проблема, проблема не в том, что Кремле не хотели бы кого-то видеть, проблема в том, что эти государства уже не хотели появиться в одном кадре с военными преступниками, которых презирает весь цивилизованный мир. Так а Лукашенко почему же не приехал? Союзное государство. Ну, я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает, да, что, как он сказал, что все развивается не так, как он ожидал, да, все идет не по плану. Совершенно очевидно, что, я думаю, что и Лукашенко был уверен, значит, что в течение трех дней будет осуществлен блицкрик, в Киеве власть поменяется, и, значит, Путин станет сильнее, а вместе с Путиным и Лукашенко станет сильнее. В итоге получается, что никакой победой не пахнет, а вообще пахнет крахом путинского режима, вот, а это означает, что больше некому будет защищать Лукашенко, да, значит, что и Лукашенко прилетит так же, как и Путину. Вот он пытается, я думаю, нащупать какой-то для себя путь спасения, а это значит, что нужно тоже держаться как-то, не то чтобы подальше от Путина, но как минимум не участвовать в этой войне. Собственно, от него же ведь Кремль требовал непосредственно в участии, чтобы войска были введены, он с этой темы соскочил. Это не значит, что ему поможет. Я думаю, Лукашенко уже ничего не поможет, вот, но, как бы, вот, даже Лукашенко в этой ситуации старается найти второй стул, на котором можно еще усесться. Просто вряд ли для Лукашенко этот стул существует, но попытки он делать будет. Визии, да? Поскольку формула не все так однозначно, очень часто используется теми, кто не знает ответы на вопросы, эти вопросы уже висят в кровавом воздухе 8 лет этой войны. И у меня был простой вопрос, если на вопросе, чей Крым поломались и Ходорковский, и Навальный, да, там не все так однозначно, не бутерброд, вот после Путина малую родину для Тараса Березовца, оккупированный Крым, и для нас всех украинцев отдадут новые власти, новой России. Ну, мне на самом деле на этот вопрос-то проще других отвечать. Я был одним из четырех депутатов, кто отказался голосовать за аннексию, организовывал антивоенные марши и так далее. На самом деле, обратите внимание на заявление очень многих сейчас российских оппозиционеров, но в принципе уже, мне так кажется, уже есть консенсус признания суверенитета в Украине, да, в международно признанных границах. Вот в такой формулировке уже все звучит. Так что я уверен в том, что у России нет никакого пути, кроме как, даже договориться с Западом нет никакой возможности, и при этом обойти Украину не получится. Это уже совершенно очевидно. Вот, я просто не знаю, какие могут быть способы, какие могут быть решения. Сейчас вообще сложно говорить, идет война, да. Но все равно очевидно, что переговорная позиция у России после Путина, она будет совершенно другая, да. Другой будет, по-другому будут настроены граждане России. Вот, если Россия вообще согласится, да, в целом пойти по пути покаяния, там вообще вариантов может быть очень много решения проблемы. Но сейчас даже вот, даже такой дискуссии в оппозиции нету, там, в международных границах мы признаем суверенитет или не в международных. Там даже никто не спорит, и так всем понятно. Более того, мы сейчас думаем о создании некой специальной, некой платформы и сервиса, которая бы помогала российским беженцам, россиянам в Европе, я имею в виду тем, кто против войны, кто против Путина, чтобы этот сервис помогал людям проходить compliance, извините за такое непонятное слово, но это как вот в банках существуют проверки, можно работать, можно ли открывать счет, нельзя открывать. То есть сервис, который бы помогал людям проходить условную там верификацию и дальше открывать счета, открывать, получать там ВНЖ и прочее, прочее. Так вот у нас будет декларация о ценностях, которые необходимо будет подписать, в том числе и об отношении к суверенитету Украины, об отношении к Путину, к войне и прочее, прочее. Вот, так что я не вижу здесь уже, то есть ситуация совершенно поменялась и там если какой-то раскол раньше был, сейчас я даже не вижу поводу для раскола среди российских оппозиционеров. Дмитрий, спасибо, у тебя большое, как всегда, за твои комментарии, будем рады видеть тебя в наших следующих эфирах. Дмитрий Гудков, российский оппозиционер, в недавнем прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации, мы говорили об уроках 9 мая для народов, которые победили нацизм во Второй мировой войне.